всем привет дорогие друзья дамы и господа с вами ики викинг сегодня решил попробовать себя немножко другом формате формате новостей что у нас новенького будет в 10 0 решил вместе с вами посмотреть обсудить в комментариях ну интересно обновление будет довольно интересным начнем с красот какие танки у нас привели в лучшее качество 50 120 ну ничего про него сказать ну 50 120 корова лизнула перь корова лизнула и теперь она блестит так что у нас дальше что у нас еще перевели лучше но где же вот супер конь вот этот танк это танк лучший танк игры по моему мнению по мнению многих других людей они его перевели в пбр больше принципе ничего переводить не надо все главный танк переведен могут остановиться а ну понятно что его версия легендарная тоже переведена тигр п перевели ну кто-то на тигре п наверное есть мы все танки надо перевести в пбр они все переводят а ну его жмыхнутая версия тоже переведена в пбр ну странно он честно говоря вообще ни разу не встречал его в рандоме но кому-то нравится на что надо чтобы было ракеты ну ладно пусть будет ай будет что у нас дальше а дальше у нас новая карта новая новая карта вопроса по карте красивая красивая до хера кустов до хера кустов какая-то пасхалка которую я не знаю тоже присутствует ну естественно добавили воду потому что они что мы лучше ли физику воды перевод здесь будет красиво тем кто играет с компа ну или с мощных телефонов прикольная вот эта арка хотел сказать защищает от арты но арты здесь нет ну так для красоты а ну можно будет на ней сваливаться на кого-нибудь ну здесь красивенько конечно качество картинки ужасное по записи карта выглядит неплохо как она будет играться как она будет смотреться на слабых телефонах ну увидим когда ее выпустят после красот давайте заглянем в изменение характеристик чё у нас сделали сделали они у нас я не знаю как по мне сделали страшное они очень хорошо об 0 и всю вот эту веточку ну халкет ну халкета апнули апнули не знаю сильно ли это кому-то интересно но апнули неплохо по бронированию сделали его чуть-чуть медленней но и по что-то там разовый урон ему повысили ну я бы сказал так неплохо на 15 единиц начнем 125 дробь 2 вот этого жмыха в два раза толщину маски за брони за маски оказывается вообще не было я про это не знал а теперь там еще 65 миллиметров то есть маска плюс броня за маской это 180 93 сантиметра а хрень сантиметра боже миллиметра не слабый такой об количество хп тоже подняли уменьшили при этом максимальную скорость и мощность двигателя ну понятно типа наварили брони танк стал медленнее и при этом сделали ему пизже разовый урон но это очень сильно прототип еще лучше толщина борта 62 миллиметра теперь вместо 50 маска орудия было 133 стала 223 миллиметра это что-то чем-то 300 хп накинули добавили максималки увеличили скорость но только до скорость полета снарядов и обзор уменьшили я считаю это все равно об сделали какую-то крепость на колесах и 30 та же история 127 миллиметров было у ком башенки стала 143 верхняя часть ликом башенки куда мы всегда его выцеливали стала 143 вместо 51 если так понимаю раньше она вообще шилась по правилу трех калибров если такое в блице есть а сейчас это еще одна крепость 300 хп туда же бронепробитие уменьшили но она у него все равно лютая на голде особенно скорость полета снарядов уменьшили низко не она сильно но не супер это критично мощность двигателя увеличена 150 лошадиных сил добавили три километра в час улучшили сведение время перезарядки тоже улучшили и проходимость по грунтам подняли это ну вот по ощущениям это имба е4 е4 и так страшная машина и так паскуда бронирован не на всех танках его легко можно в лоб выцелить что они делают щеки башни барбета блять барбета какая-то под башней и пулеметы на башне они докидывают минимум по 30 максимум по пред 70 бар миллиметров брони все он не пробиваем хп 2000 это жесть бронепробитие снарядов уменьшили скорость поворота корпуса увеличили он теперь еще он бронированный и теперь еще быстрее вот так вот будет перед вами мансить чтобы потом дать вам на 870 но на 800 скорость полета снарядов уменьшили мощность двигателя подняли разброс орудия чуть-чуть увеличили совсем чуть-чуть время перезарядки почти на секунду улучшили я считаю что это все одни хрена себе а ты особенно и 4 ну это мое мнение я рак я в игру не шарю но это слишком жестко слишком жестко идем дальше ну кур зайдер кромвель кому это интересно но что-то там с ними сделали ну дай бог здоровья пусть ездит ну комит что у него дополнительно это на добавили орудие альтернативное и здесь добавили альтернативное орудие ну на вот этом уровне вряд ли это особо интересное я что-то не замечаю что комит какая-то имба возможно он станет им бой да не станет о том бой все его будут пробивать как и пробивали дальше вообще просто бы большими башками центурион мк1 что у нас тут улучшили скорость снаряда снаряд скорость полета снарядов уменьшили если я не ошибаюсь эти танки у эти два они на хэш фугасах фугасы должны медленно летать мощность двигателя ему подняли чуть-чуть ну не чуть-чуть часть маски хорошо написать миллиметров подняли и немножко улучшили бронирование маску маску и крышу башни улучшили разброс чуть-чуть увеличили ну короче такое не самое супер сильное изменение в плане именно этих брони дополнительно альтернативное орудие вот это интересно что это за орудие посмотрим в игре хэш фугас бы не пробить 70 миллиметров время перезарядки 527 фугас пробитием 170 миллиметров это неплохо учитывая что фугас за броневое сильно имеет то есть бьет по модулям по экипажу неплохо так здесь у нас бронепробитие фугасным снарядом у обоих орудий почему-то уменьшили скорость полета базового снаряда уменьшили зато перезарядку увеличили и нарастили брони но тоже совсем совсем по чуть-чуть но это не так не такой сильный об как у 4 франция в бдр да кому ты нужен аэрл 44 а до орл как-то я так понимаю хотят привести его в более подвижное такое состояние с лучшим кд чуть чуть меньше брони на нлд так нижние лобовая деталь подрезали ему в этим прошлись рубанком зато скорости 3 миллиметра добавить три миллиметра три километра в час добавили бронепробитие снарядов уменьшили только базового снаряда разброс в разброс прям что-то сильно как а это не разброс это что-то здесь ошибочка в этом думаю как разброс может быть на три разделен короче не известно что сделали с разбросом уменьшили обзор короче этот танк должен теперь ехать и стрелять борта типа такая ст в виде т.т. mx 4 мая 45 уменьшили ему хп зато добавили перезарядочки она стала лучше добавили скорости да они все вот привозят французов в более быстрое состояние я так понимаю чтобы они немножечко по-другому игрались так начинаются у нас барабанщики барабанщики 50 150 120 б уменьшили хп добавили лошадиных сил да то есть он будет быстрее но вот о чем я говорю они делают их более более французскими более подвижными более опасными в этом плане такие хрустальные пушки мх 50 120 скорость поворота башни увеличили причем довольно сильно у танка будет в альтернативных орудий это будет интересно посмотреть так она не очень понятно но мне кажется на 4 снаряда предпочтительней 100 миллиметров очка чем 120 на 3 снаряда 120 на 300 ряда больно бьет на 4 снаряда могут допустим на колесе держать до дольше то есть мне кажется предпочтитель не будет 100 миллиметров к но посмотрим как будет в бою и 50b хп уменьшили когда внутри барабана уменьшили привет новый хэвик максимальная скорость назад увеличена то есть и быстренько назад интересно чем пул стало гораздо быстрее но хп 100 100 рублей хп забрали но счета подделать бывает по изменениям насчет ттх вроде как это все и не факт что это конечно изменение может когда они введут в игру будет по-другому но по ттх все пойдем смотреть дальше что у нас есть дальше у нас дорогие друзья новая механика при скорости вперед не выше 10 километров в час и скорости назад не выше 15 метров в час у девятки у десятки тяжей чехословакии круг разброс остается минимальным позволяет целиться точнее даже тут был у нас сейчас посмотрю где-то тут у нас вот ой 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 можно качество получше сделать кундочку дорогие друзья технические неполадки мы посмотрим вот так как она выглядит танк едет медленно вот эта штучка зеленый давайте мой звук мне их не нужен это был стрим не суть важно помолчи вот видите вот эта зеленая часть означает что танк сведен что не нужно до сводиться чуть чуть быстрее чем 10 метров сейчас едешь все он становится желтым плюс башни не надо крутить башни должна быть зафиксирована вместе с танком знаете что такое маленький разброс на маленькой скорости это называется первая скорость в бб в бб ты можешь ехать на 1 2 3 скорости мы их можно выбирать вот едучи до 1 скорость у тебя очень маленький круг сведения это не новая механика это не какая-то фишка так у всех мы в больших танках это у всех ты из-за угла можешь выезжать грубо говоря сведенным ну как вот этот танк дает ли ему это какое-то особое преимущество честно сказать я вот ну не понимаю в чем здесь преимущество это опять я рак я не прав возможно это жуткая имба и в турнирах только отчейки будут ездить но я что-то очень-очень в этом сомневаюсь пойдем дальше а дальше у нас вишенка на торте говно можно так сказать магазин боевых машин будет полностью заряжен с начала боя знаете что это означает это означает что когда против вас в бою будет 2 твп можно выходить из боя любые прокатки гора на рудниках но самый простой пример гора на рудниках твп могли в нее въехать с любого респа могли за это они получали от лтшик за это не получали это стаж и которые не успевали заехать но успевали им дать и твп не могли изначально ничего ответить сейчас две заряженные твп это 2800 урона они приезжают и убивают любого любого то угодно приедет на гору и они его убьют хорошо ли это ну сначала кажется что не сначала как что это вот плохо но с другой стороны смотрите это значит что нам нужно менять практически практически все разъезды все позиции все тайминги должны быть теперь новыми это неплохо так бодрит игру как я считаю да я пытаюсь в плохом найти хорошее но мы посмотрите сами мы уже привыкли особенно на десятых уровнях кто куда едет все раскаточки прокат очки тут тут сейчас поэтому знает едешь на лтшке знаешь вот тут поедут тяжи вот сюда скорее всего станет пт вот тут сейчас появится и стэшки а сведением вот этого вот мне кажется игра просто ну изменится и это клёво это новое но это новое всегда пугает особенно пугают 2 твп ну как то вот так я решил сделать новостной выпуск если вам понравилось если вы хотя бы до конца досмотрели поставьте лайк на ютюбе это принято там колокольчик нажмите приходите на стримы нежно вас люблю и целую животик